давай поговорим про метеостанцию твою метеостанция что она делает она измеряет температуру воздуха скорость ветра направление ветра влажность ну книг к этой станции но сейчас только заказали и но мы ее чуть чуть высоко мы ее поставили мы чуть ниже хотя бы и еще подключим датчик влажности тут какой-то юсб шнурок на ней висит а ну это я компьютер подключаю здесь и там когда я ее программу сделал но дистанционно ты можешь да да она там и сим-карта передает до данные и я через в телефоне могу смотреть в компьютере могу смотреть и сейчас еще заказали вот это датчик влажности листа и датчик влажности почвы и мы уже вот эти данные то есть есть даже есть программы которые вот она там суммирует сумму температур эффективных и она тебе говорит есть возможность заражения парши да или там то есть предупреждает до тля потому что каждый ну каждая болезнь каждый вредитель растет ну как по определенным температурам да по определенным влажности вот это я на тебе предупреждает и слушай ну а сейчас вот датчики говоришь почвы влажности они и должно быть несколько наверное да да то есть их на разных участках на разных участках да и они как между собой и станции тоже через там тоже но они дистанционные дистанционные или там им нужен провод тянуть до каждого нет можно и к проводу подключиться а можно дистанционно против солнца не видно то есть ну вот на этой вот пока той крыши солнечная батарея стоит да 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 так вот тут куча как раз датчик еще ультрафиолета ну то есть а что за это еще какое-то освещение что ли вот с левой стороны по левой стороны это это камера веб-камера чтобы смотреть там как на состоянии сада так тоже то есть веб когда туда еще и можно смотреть вот я просто вижу там диоды инфракрасная судя по всему еще и в ночи можно да ну да а снизу вот такая вот эта бочка это что такое но это скорее всего датчик влажности датчик влажность его две антенки мы видим вниз висят по бокам ну да вот там gsm стоит и датчик лора вот это который дает прикольно прикольно ну вот она если один раз спасет ну как если она один раз где тебе даст сигнал правильный да и ты пропустишь одну не пропустит ну как сэкономишь на одну обработку она окупится в три раза потому что обработки они тоже не из дешевых обработка сада отлично так и сколько датчиков то тебе на гектар вот надо вла ну вот влажность гектар ну в принципе ну по погоде ну что я думаю датчиков 34 максимум на там по периметру где-то там посередине и и сколько стоит такая ну если с датчиками со всеми около 150 тысяч на козле 50 тысяч ну если опять же как с противоградовой сеткой если один раз работает ну да она сэкономит одно опрыскивание и все так 150 тысяч это сколько в килограммах яблок ну если допустим по 40 ну по 50 рублей рублей это сколько 300 300 килограмм да правильно считаем те еще щитоводы умножить 300 нет три тонны три тонны до три тонны до три тонны на 50 до 150 тысяч три тонны на три тонны короче три тонны но она же не ставится на один год будет отлично итак друзья мои сегодня мы провели весь день в гостях у василе берзой посмотрели что нового произошло за три года я увидел расширение земли по крайней мере в два раза я услышал о переработке сока надеюсь твои планы в этом сбудутся будем работать до следующий раз когда мы приедем мы обязательно должны будем сок попробовать это точно ну не раньше чем через год не раньше чем через год если не раньше через год будет отлично желаю тебе чтобы вот твои вот эти задумки о о миллионе тонн яблок белгородской области они выполнялись и кстати говоря давай вот скажем о том что много достаточно пустующих вот здесь вот земель где можно вот как твой папа гектар посадить для личного подсобного хозяйства да не только здесь не только у нас еду я думаю вообще по всей россии у нас есть такие участки просто люди надо людям нужно вот эта информация донести что здесь ничего сложного нет здесь ничего сверхъестественного нет просто надо взять я не знаю хотя бы несколько пример показать чтобы человек ну да можно можно это сделать и не бояться и все и не бояться что никто не купит этот товар все равно найдет найдется да и и спрос и покупатель цена чем больше людей будут этим заниматься тем легче будет вот это люди посмотрят наше видео сказать я тоже хочу здесь и буду василе конкурентом да я не боюсь конкуренции это разве конкуренции ну если мы допустим сколько по по всей стране вот производители фруктов да мы покрываем 25-30 процентов нашего рынка 25-35 25-30 процентов да я не считая тех старых садов которые их уже выказал да выкорчевывание конечно и это три раза можем увеличивать да да вот так вот друзья мои занимайтесь садоводством выращиваете яблони груши и физический тонус физический тонус на лавочке не скучно и вредно а если твои координаты будут оставлены и люди захотят какую-то консультацию пожалуйста не вопрос я всем готов постоянно информацию давать ничего не в реальности как есть молодец вот это мне очень нравится вот это мне очень нравится друзья мои вот так вот